Пару лет назад транспортный самолет Ан-26, производя калибровку аэронавигационных приборов аэропорта, совершил с десяток кругов над городом. Этот тихоходный транспортник озадачил, если не сказать напугал современную молодежь Ставрополя. Интернет взорвался криками и паникой. Что это? Что летает над городом? Кто разрешил? А добила новоиспеченных горожан показательное выступление пилотажной авиагруппы «Стрижи» на День города. Трудно описать их реакцию на полеты, да и не стоит. Такое отношение к авиации уже было в истории. Правда? Более ста лет назад. Вот и попробуем вам рассказать, как это было, как возникла авиация в наших краях, как все начиналось. В начале 20 века во всем мире, да и в России, ускорился технический прогресс, включая в первую очередь развитие новых видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, воздушного, строили железные дороги и аэродромы. В 1897 году железная дорога пришла в Ставрополь, ветка Кавказская Ставрополь, Владикавказской железной дороги. В 1916 году подошла и вторая ветка Армавир-Ставрополь, Армавир-Туапсинской железной дороги. Имея два железнодорожных вокзала, город становился крупным железнодорожным узлом. А вот с авиацией, делающей первые шаги, получилось по-другому, более скромнее и в то же время стремительней. Еще в июле 1896 года в Ставрополе прошли показательные полеты на воздушном шаре Монгольфье, возникло городское общество воздухоплавателей. Но главная сенсация для обывателей сонного губернского Ставрополя прозвучало сообщение в прессе, что в город прилетит аэроплан. Газета «Северокавказский край» сообщила в номере от 19 марта 1911 года о том, что будет совершен один полет над городом. Ростовская прокатная контора «Аванс» предлагает сделать снимки полетов, а также снимок Ставрополь с птичьего полета для экрана кинематографа. Это сообщение, по мнению Ставропольцев, было равно чуду или концу света. Сотни перепуганных горожан, крестясь и моля у Бога прощения за грехи свои, собрались на заборной горе и у ярмарочной площади посмотреть невиданное чудо. И чудо случилось. Аэроплан взлетел и совершил труп над городом. Заинтересовал полет аэроплана не только обывателей Ставрополя, но и деловых людей. Еще в феврале 1911 года известный в городе купец и предприниматель Баграт Дмитриевич Бедросов обратился с письмом в городскую думу с просьбой предоставить ему в аренду часть ярмарочной площади для устройства на ней аэродрома для показательных полетов аэропланов. В то время огромную ярмарочную площадь почти пополам разрезал построенный железнодорожный вокзал Владикавказской железной дороги со станцией, депо, водонапорной башни и подъездными путями. Западная часть ярмарочной площади продолжала использоваться по назначению. Сегодня это район бывшего завода Красный Металист, 8-й школы и Цирка. А вот Восточная пустовала. Кроме хлебных сыпок там ничего больше не было. Поэтому Дума дала такое разрешение. Бедросов огородил выделенный участок забором, построил трибуны для зрителей с платными местами. За забором можно было смотреть бесплатно, что и делала основная масса зрителей. Так появился в городе Ставрополь первый аэродром, который долго еще старожилы называли Бедросовским. Район за вокзалом, где были заводы поршневых колец, электроавтоматика, таксопарк. Этот аэродром существовал до 1938 года. Итак, первый полет аэроплана с Бедросовского аэродрома над Ставрополем состоялся 24 марта 1911 года. Управлял летательным аппаратом уже тогда известный в России авиатор Адам Габер-Влынский. Об этом человеке нужно рассказать более подробно. Он обучался полетам во Франции у известных авиаконструкторов-авиатора. Сначала у Блерио, а потом у Формана. Хотя был еще довольно молодым человеком. Несмотря на молодость, Адам добился больших успехов в пилотировании аэропланов. И получил среди коллег прозвище «Русский дьявол». Основным местом его работы стал петербургский завод «Дукс», на котором он был летчиком-испытателем. Да, Московская школа авиаторов, где Габер-Влынский работал инструктором. Он испытал сотни экземпляров аэропланов и подготовил столько же авиаторов. Ему принадлежал ряд авиационных рекордов и с 1913 года звание «Лучший летчик России». В связи с революционными событиями в стране Габер-Влынский покинул Россию. Но остался легендой среди первых советских летчиков. Особенно после своей гибели в 1921 году при испытании нового самолета. Старых летчиков все равно ничем не удивишь. Габер-Влынский в их глазах не станешь. Так после спасения Челюскинца в 1934 году сказал на одной из встреч с авиаторами первый герой Советского Союза Лепедевский. Но все это будет потом. А пока под крылом молодого авиатора Адама лежал губернский Ставрополь. Частенько его в Уазен кружил над Ярмоношной площадью, иногда совершая вынужденные посадки. Случалось, что авиатор терял ориентировку, а иногда уходил в дальние, в кавычках, полеты вплоть до армянского села Армалих. Справедливости ради нужно сказать, что первым о желании совершить показательные полеты над Ставрополем заявил известный в то время авиатор Кузьминский. Но во время демонстрационных полетов для царской семьи его аэроплан 9 марта 2011 года потерпел аварию на комендантском аэродроме в Петербурге. Пилот остался жив, но получил сильные травмы и смог, как писала газета «Северокавказский край», осуществить задуманное только в сентябре 1911 года. В начале 1912 года полетами в Ставрополь заинтересовался известный русский летчик Сергей Уточкин. Не знаю, удалось ли ему осуществить задуманное, но через два года началась Первая мировая война. Показательные полеты для публики прекратились. Авиаторы России и их аэропланы теперь осваивали военную науку. А вдалеком от фронтов тылу на Бедросовском аэродроме паслись козы и коровы. Авиационная жизнь в городе замерла. Затем грянула революция и началась кровопролитная гражданская война. Она не обошла стороной из Ставрополь. Город несколько раз переходил из рук в руки. В 1919 году добровольческая армия Белых уже использовала авиацию в боях, поэтому и Бедросовскому аэродрому нашлась работа. На нем садились и с него взлетали их аэропланы. В 1920 году Красная армия освободила город от Белых и началась новая история Ставропольских авиаторов. В тот год на городском аэродроме бывшем Бедросовском приземлились 10 аэропланов Красной армии. Это были Ньюпор-17 и Сопфич, развивающие немыслимую тогда максимальную скорость до 180 км в час. А вскоре им на замену поступили уже советские бипланы У-1. Руководителем нового аэроотряда стал Флавиан Комиссаров. Он родился в 1898 году в Петербурге, был учеником и помощником авиаконструктора Игоря Сикорского, участвовал в создании самого большого самолета в мире Илья Муромец. В 1916 году царским правительством России Флавиан Николаевич направлен в лондонскую школу летчиков. Обучаясь там искусству самолетовождения, он освоил все типы тогда существующих аэропланов. В разгар Первой мировой войны Комиссаров служил летчиком-испытателем на военном заводе в Петрограде. В Гражданскую войну воевал в 11-й Кавказской Красной армии. Волей судьбы он оказался в Ставрополе. Помимо командования отрядом, Комиссаров был секретарем губернского отделения друзей воздушного флота и стоял у истоков создания ячейки акционерного общества «Добролет» в Ставрополе, родоначальники аэрофлота. В дальнейшем он организовал в городе аэроклуб Асо-Авиахим, будущий Досаав, который дал путевку в небо сотням молодых людей нашего города. Из него, кстати, вышли известные летчики-герои Леонид Северюков и Марк Восякин. Сам Комиссаров в дальнейшем руководил постройкой аэродромов в Армавире, Кривом Роге, Казани. Как бывший царский офицер едва не попал под репрессии, но благодаря заступничеству и авторитету известного летчика Михаила Громова опять в 1036 году оказался в Тихом Ставрополь. Потом прошел всю войну и имел множество боевых наград. Вся жизнь Комиссарова была связана со Ставропольской авиацией, и даже будучи пожилым человеком, он вел кружок авиамоделистов в городском доме пионеров. Известный авиатор, фронтовик Флавиан Николаевич Комиссаров в 1961 году омер от инфаркта в возрасте 63 лет и был похоронен в Ставрополе на Даниловском кладбище. А пока над страной летели годы перемен после революции и гражданской войны, аэродром Ставрополя принимал агитационные самолеты из Москвы. Первый авиаотряд номер 220 Гражданского воздушного флота был создан в столице края города Пятигорске в 1934 году. В Ставрополе стало базироваться его отдельная эскадрилья. Ее авиаторы организовывали такие же агитационные полеты по районам Орженикинзевского края, проводили тренировочные рейсы военных самолетов, участвовали в сельскохозяйственных работах, уничтожали Саранчук, доставляли почту в сельские районы края. Аэродром, как сейчас говорят, был совместного базирования. И военные, и сельскохозяйственные, и агитационные аэропланы стояли рядами на поле за вокзалом. После разрухи гражданской войны Ставрополь потихоньку строился и своими постройками зажимал в кольцо поле аэродрома. Хотя в 30-х годах тот был уже оснащен радиостанцией и сигнальными огнями. Были построены склады, диспетчерская вышка и гараж на два автомобиля. Интересная заметка из газеты «Власть Совета» от 12 марта 1935 года. 10 марта агитбригада самолета АИР-6 на Ставропольском аэродроме катала на самолете лучших ударников и ударниц колхоза имени Сталина. Самолетом было сделано 14 полетов и поднято 29 ударников. По окончании полетов для агитбригады самолета правлением колхоза имени Сталина был устроен обед. Забавно, количество полетов и пассажиров. В 1935 году Ставрополь переименовали в Ворошиловск. 1 августа 1935 года самолет У-2 Пятигорска авиаотряда совершил почтовый рейс в Ворошиловск, а на обратном пути впервые взял двух пассажиров, тем самым открыв первую пассажирскую линию – Ворошиловск-Пятигорск. Как писали тогда газеты, посадка в Ворошиловске была сложной, так как долго не могли разогнать коров и коз, пасущихся на аэродроме. По становлениям в ЦИК РСФСР от 26 мая 1937 года Краевой центр перенесен из Пятигорска в Ворошиловск, Ставрополь. Следом ранее созданный Пятигорский авиаотряд перелетел на Ворошиловский аэродром, как писали газеты, на открытую площадку к востоку от железнодорожной станции. Было очень неудобно и тесно. Военные, пассажирские, сельскохозяйственные самолеты, Асуавиахим – город непосредственно за полосой, опасно и сложно производить взлеты и посадки. Надо было что-то предпринимать. И решение было найдено. 17 августа 1938 года Ворошиловский горсовет принял решение об устройстве нового аэродрома Гражданского воздушного флота на юго-восточной окраине города, на широком и пологом южном склоне реки Мутнянки. В решении было сказано, ввиду того, что существующий аэродром не удовлетворяет требованиям гражданской авиации, отвезти под новый аэродром поле земли колхоза за коллективный труд, куда подвезти шассированную дорогу. Ставрополь-Вышка. Я 45.092. Захожу на Ставрополь. Курсом 07. Разрешите посадку. 45.092. Посадку разрешаю. Об этом аэродроме мы рассказывали вам в фильме «Забытый аэродром» на 204 квартале. Аэродром учебной авиации Асуавиахима перенесли на Большую поляну в Русском лесу на юго-западе от города. Там не было ничего, все пришлось начинать с нуля. В первую очередь с дороги. Мощенную дорогу построили быстро общими усилиями под руководством комиссарова. На долгие годы этот аэродром учебного авиационного центра ДОСААФ с вечным позывным «Хуторская» стал первоначальным местом обучения ставропольских пилотов. Он просуществовал с 1938 года до начала 2000-х годов. Мог бы работать и дальше, но наступили другие времена, и другие ценности вышли на первый план. О нем мы еще снимем. Отдельный фильм. Сложнее было с военными. Вопрос пришлось согласовывать и утрясать с Наркоматом обороны. Выбор был найден. Военный аэродром начали строить на северо-западе от города, на выгоне у Песчаного карьера и бывшего Иоанна Маринского монастыря, психбольницы на улице Октябрьской. Сегодня это район улицы Бруснево и проспекта Юности. Аэродром строился и был закончен постройкой к концу 1940 года. Дела военные, все было по этому объекту засекречено. Документов никаких в свободном доступе нет. Только старики помнят, как на день авиации над этим аэродромом с самолета сбросили свиньи на парашюте. И как она визжала! А история первого аэродрома в Ставрополье Бедросовского закончилась. На его месте началось строительство заводов, поршневых колец, электроавтоматики, таксопарка, да и других организаций. Сегодня об этом аэродроме ничего не напоминает. Нет никаких его следов, да и не осталось уже живых свидетелей его существования. Мы же хотели вам рассказать, как появилась авиация в Ставрополье. А получилось у нас или нет, вы решите сами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok